История зачастую повторяется, и теперь ажиотаж вокруг приезда президента в Евпаторию и надежды горожан, связанную с ним, причудливым образом копирует события почти вековой давности. Старожилы помнят, с каким восторгом и трепетом встречали в маленькой, богом забытой Евпатории, семью царя Николая II, которая по приглашению городского головы приехала сюда. Власти познакомили царственную чету со всеми существовавшими тогда достопримечательностями, которые, кстати, до сих пор показывают высоким гостям. Мусульманская мечеть, караимские кенассы, городской театр, публичная библиотека, освящение собора святого Николая – все это до глубины души потрясло царя. Он не предполагал, что на окраине империи существует такая цивилизация – своя маленькая Ницца. Николай II принял решение о развитии здесь большого курорта, в частности Грязевого, для лечения всех граждан, независимо от социальной принадлежности, поддержав тем самым инициативу городского головы Семена Дувана. Да и появлению железной дороги евпаторийцы обязаны именно визиту императора. Но не стало империи, позже Союза, а ВОЗ по большому счету и ныне там. Достопримечательности разрушаются, и милости от власти мущих жителей провинциального городка уже не ждут. Правительственные визиты вызывают не больше восторга, чем кадры этой старой кинохроники.